совсем недавно вышел американский научно-фантастический фильм ужасов никто тебя не спасет где в роли антагонистов выступают серые инопланетяне почему снова они думаю надо разобраться и вспомнить как они стали частью нашей культуры серые пришельцы они же серые греи вымышленная раса гуманоидных инопланетян пожалуй самый известный образ инопланетянина только в начале 20 века их знали как марсиан ну и немножечко как лунатиков они часто встречаются в кинематографе и художественной литературе и во все времена пытаются захватить землю а уж сколько их полегло в баталиях в игровом мире не сосчитать многие знают о них больше чем о своих соседях опасаются их нашествия или наоборот с нетерпением ждут встречи именно ореол непознанного и таинственного помог им и принес известность помимо простой теории объясняющий цели серых захват земли за годы появились и другие более конкретные и изысканные одна утверждает что серые не могут жить в земных условиях но от захвата земли отказаться тоже не могут и поэтому создают гибрид человека и серого этим проверенным методом они захватили многие обитаемые планеты однако возникает вопрос если метод проверенный и уже успешно использовался почему на земле он не работает другая теория утверждает что серые вымирающая раса и чтобы спастись им необходимо создать гибрид человека из серого однако теория не объясняет почему их выбор пал на людей они на жителей других обитаемых планет еще одна теория объясняет генетическое скрещивание с людьми попыткой создания более совершенной расы согласитесь странная теория что может дать высокоразвитой расе способны на межгалактические перелеты человек едва научившийся запускать ракеты на орбиту а вот теория путешествий во времени выглядит более реалистичной поскольку она утверждает что серые это люди будущего далекого будущего которые возвращаются в прошлое чтобы предотвратить какие-то действия оказавшие необратимое влияние на развитие человечества эта теория более реалистично и вписывается в размышления герберта уэллса высказанные в его научно-фантастическом эссе человек миллионного года в 1893 году в отличие от фантастики определившийся замыслом серых но не пришедший к единому мнению об образе люди контактеры описывают их довольно однородно как бесплодных существ ростом около 120 сантиметров с гладкой кожей серого цвета непропорционально удлиненными руками большой каплевидной грушевидной головой и огромными черными глазами без зрачков волосяной покров отсутствует ушные раковины и наружный нос либо отсутствуют либо слабо выражены рот маленький в около научной среде принято считать что непропорционально большая голова серых свидетельствует об их увеличенном объеме мозга а это собственно позволяет предполагать что они обладают сильными ментальными способностями отсутствие эмоций на лице и большие черные глаза придают им вид жуткий но запоминающийся впрочем это может быть всего лишь шлем согласитесь описание довольно ясное и фантастам не требуется особо что-то выдумывать можно с чистой совестью эксплуатировать ожидания обывателей чем они и занимаются продолжительное время довольно успешно авторство ныне узнаваемого образа инопланетянина многие приписывают герберту уэлсу однако инопланетян он описал в романе 1897 года война миров большая сероватая круглая туша величиной пожалуй с медведя медленно с трудом вылезала из цилиндра высунувшись на свет она залоснилась точно мокрый ремень два больших темных глаза пристально смотрели на меня у чудовища была круглая голова и если можно так выразиться лицо под глазами находился рот края которого двигались и дрожали выпуская слюну чудовище тяжело дышала и все его тело судорожно пульсировала одно его тонкое щупальце упиралось в край цилиндра другим она размахивала в воздухе и в 1901 году в романе первые люди на луне описывал жителя луны так казалось что у него не лицо а какая-то страшная маска ужас бесформенность не поддающаяся описанию без носа с двумя выпуклыми глазами по бокам сначала я принял их за уши которых вообще не было а в своем научно-фантастическом эссе человек миллионного года в 1893 году на которое все ссылаются он размышляет о том как будет выглядеть человек будущего и совсем не пришелец из космоса он писал следующее совершенно понятно что человек будущего таким образом будет иметь большой мозг и облегченное тело и даже описал свое видение будущего человеческого лица большие светящиеся исполненные души красивые глаза над ними без преграды бровей поблескивает без волос и купол на лице отсутствуют впадин и ноздрей ничто больше не отвлекает от прекрасной симметрии на уши нет намека рот превратился в маленький идеальный круг без зубов и десен не напоминающий более о звере он абсолютно без эмоционален и подобен полной луне или венере на широком небосводе лица однако в своей машине времени 1895 года уэлс увидел людей будущего деградировавшими морлоки гуманоиды с длинными тонкими конечностями и бледной серой кожей с плоскими лицами практически лишенными подбородка из большими серо-красными глазами отражающими свет по размерам значительно меньше и слабее человека и сохранившие остатки и былого интеллекта впрочем до уэлса в 1891 году кеннет фоллингсби в своем рассказе меда повесть о будущем уже показал как будут выглядеть люди в будущем это были самые странно выглядящие смертные которых я когда-либо видел ростом они были очень миниатюрными но у них были большие головы несоразмерные их телам и более подробно они были не более 4 футов в высоту с очень большими головами маленькими телами и конечностями та часть тела которая содержит основные органы пищеварения казалось почти полностью пустой но их грудная клетка была более чем достаточно хорошо развита в качестве одежды они носили обертку из белого шелковистого материала плотно обвязанную вокруг тела и образующую своего рода ил вокруг верхних частей их конечностей на ногах у них были легкие туфли а каждой лодыжки был прикреплен круглый груз значительного размера сделанный из металла который выглядел как только что созданный свинец каждая гиря состояла из двух частей связаны шелковым шнуром вставленным в круглую выемку наверху на их головах не было покрова а маленькие волосы у них были прекрасной текстуры и темно-коричневого цвета он образовывал небольшую бахрому от висков вокруг затылка и если смотреть сзади сильно напоминал яйцо в чашке для яиц с коричневыми краями у них были яркие проницательные глаза при этом они задумчивые бледно-серого цвета и очень выпуклые на их лицах было печальное задумчивое выражение которое заставило меня почувствовать что ничто из того что я могу сказать не заставит их смеяться черты лица были четкими а кожа была чистой почти до прозрачности судя по их облысению и серьезному выражению лица я бы сказал что им было около 70 лет но судя по их конечностям и внешнему виду кожи я бы предположил что им от 20 до 25 лет на самом деле это были очень серьезные миниатюрные молодые старики какого-то нового типа человечества неизвестного моему опыту видение будущего глазами уэллса и фоллингсби несколько отличаются но связь настолько очевидно что отрицать ее все равно что отрицать связь земли и луны одновременно с войной миров уэллса в германии вышел роман в двух томах на двух планетах курда ласвица и большой популярности тогда не получил в нем марсиане биологические внешне за исключением большого размера глаз похожий на людей но обладают гораздо развитым интеллектом и пониманием эмоционального состояния другого человека позже после 1950 их похожий образ высоких мужчин и женщин с длинными светлыми волосами и голубыми глазами стал широко известен сначала их называли космические братья а потом после 1980 их стали называть нордами или нордическими пришельцами видимо к тому времени люди устали от злобных серых и если бы образ добрых европейских инопланетян не возник сам то его следовало бы придумать и только в 1933 году шведский писатель габриэль линде своей книге неизвестная опасность ведения будущего описывает марсиан так эти существа не похожи на земную расу они были невысокого роста ниже среднего японца их головы были довольно большими и открытыми лица имели сильно выступающие квадратные лбы очень маленький нос и маленький рот и слабый подбородок самым странным в их лицах были глаза большие темные блестящие и с острым взглядом они носили одежду из мягкой серой ткани и их конечности казалось были похожи на человеческие инопланетяне непременно во много раз превосходят человечество в развитии раз смогли добраться до земли перед нами предстают не просто марсиане а марсиане будущего образ которых вполне вписывается в описание фолинсби в меда повесть о будущем и гипотезу эллса изложенную в эссе человек миллионного года линды вполне мог трансформировать эти образы в новый универсальный и более запоминающийся образ в марсианах линды прослеживается влияние творчество уэллса и они далеки от образа добряков из романа на двух планетах ласвица но однозначно утверждать этого нельзя ведь автор вполне мог прийти к этому образу самостоятельно впрочем даже если линды опирался на героев уэллса или фолинсби у него получилось шагнуть дальше его марсиане стали реальными в возможное существование которых поверили обыватели выходит что назвать уэллса создателем образа серых инопланетян однозначно нельзя на эту роль больше подходит линды но правильным будет говорить об их соавторстве и не умилять заслуг каждого даже фолинсби позже в 1940 году советский писатель борис аннибалов своей научно-фантастической повести моряки вселенной дал следующее описание марсианина прибывшего на землю он был безобразен и мал ростом с большой головой без волос он задыхался и еле двигался на тонких ногах я мог его убить одним ударом кулака согласитесь перед нами уже узнаваемый образ пока всего лишь марсианин но готовы стать универсальным и запоминающимся образом инопланетянина так или иначе через несколько десятилетий детище фантастов вырвалась из границ вымышленного мира и стала частью реальности а после знаменитого розуэльского инцидента в 1947 году когда американский фермер уильям макбрейзелл обнаружил странные обломки якобы летающего объекта серые обрели полную самостоятельность и уверенно стали распространяться по миру уже в 1950 году заклятым врагом британского героя комиксов дэна дейра становится меккан один в один соответствующий образу серого однако бум интереса к ним принято связывать супругами бетти и барни хилл которые утверждали что в 1961 году они были похищены инопланетянами и побывали на борту летающей тарелки случай получил название похищение на холме или инцидент с этими ретикули бетти смогла нарисовать звездную карту которую показали ей инопланетяне опираясь на нее родиной серых считаются звездная система ретикулум поэтому иногда их называют ретикулянами система удалена от земли на 39 световых лет через несколько дней после похищения бетти взяла в библиотеке книгу майора морской пехоты и в отставке дональда кихо об нло к этому времени дональд кихо выпустил несколько книг в которых активно пропагандировал и популяризировал в американском обществе идеи о пришельцах и летающих тарелках и являлся соучредителем и руководителем никап гражданской исследовательской группы по нло позже под гипнозом супруги рассказывали что на борту летающей тарелки над ними проводили эксперименты серые низкорослые гуманоиды с грушевидными головами фантастическом кино тогда царствовали незамысловатые сюжеты о захвате земли пришельцами захватчики с марса 1953 года вторжение похитителей тел 1955 года земля против летающих тарелок 1956 года и другие своей статье совершенно не предвзято разоблачитель мартин катмейер предположил что воспоминания барни под гипнозом могли родиться под влиянием эпизода щит беллерон из американского сериала за гранью возможного 1963 65 годов который транслировался за 12 дней до сеанса основные события похищения хилов позаимствованы из фильма захватчики с марса 1953 года похоже именно тогда после похищения хилов считают многие исследователи свидетельства очевидцев и хорошая научная фантастика соединились и в сознании американцев окончательно сформировался и укоренился образ инопланетных захватчиков серых америка стала их невымышленной родиной 1975 году америку всколыхнуло исчезновение лесоруба трэвиса уэлтона которого безуспешно искали пока через пять дней он не объявился сам его воспоминания были обрывистыми и полную картину удалось восстановить после сеанса гипноза оказалось что трэвиса похищали плохиши очень похожие на серых в рассказ лесоруба поверили не все поскольку его бригада не выполнила обязательства и похоже придумала историю с похищением чтобы получить отсрочку однако были те кто поверил они считали что похищение было в 1993 году история была экранизирована и фильм огонь в небе получил несколько наград на премию американской премии сатурн 1994 года вручаемой академии научной фантастики фэнтези и фильмов ужасов по удивительному совпадению в 1977 году на большие экраны вышел фильм стивена спилберга близкие контакты третьей степени где серые предстают добрыми старшими братьями для землян хотя стивен спилберг и признавался что идея снять кино про и но у него зрело давно все же история с трэвисом уолтоном не могла быть им незамеченной том же году зрителям представили звездные войны эпизод 4 новая надежда там серым тоже нашлось место а позже они стали мелькать на страницах книг и комиксов о далекой галактике однако серые дуросиане от джорджа лукаса внешне не уступают человеку но сине-зеленая кожа и лысая голова плюс отсутствие внешнего носа не позволяют усомниться в истоках образа и все же именно творение спилберга пользовалась огромным успехом и подогрела угасающий интерес к инопланетянам случайно или нет но уже в 1978 году участник расследования розуевского инцидента майор джесси марсель заявил в одном из интервью что военные скрыли от общественности обнаруженный инопланетный космический корабль а среди обломков были обнаружены трупы инопланетян тела были довольно малы ниже среднего головы круглые по отношению к телу большие без волос глаза небольшие одежда обтягивающая серого цвета газетчики тут же вспомнили о событиях прошлого поднялась приличная волна и стало совсем не важно был разбившийся летательный аппарат внеземного происхождения или тогда у обывателей далеких от прогресса разыгралось воображение все усилия властей направленные на разъяснение деталей происшествия трактовались как попытка скрыть истину продолжительное время эта тема приносила неплохие деньги газетчикам но вскоре и обыватели поняли что с помощью инопланетян можно не только прославиться ну и неплохо заработать сотни сообщений о похищениях заполнили редакции экспансия серых продолжилась впрочем фантастическом триллере без предупреждения 1980 года рост серого ничем не уступает человеку однако выглядит это не как протест против укоренившегося стандарта а как последняя и безуспешная попытка внести изменения в этот самый стандарт хотя создателям без предупреждения и удалось изменить образ серого им удалось стать працами хищника 1987 года того самого с арнольдом шварценеггером в 1985 году проницательный уиклистрибер известный своими романами ужасов вольфен 1978 года и голод 1981 года сообщил что его похищали инопланетяне до этого он написал несколько спекулятивных романов на актуальные темы в обществе ядерная война экологический апокалипсис но успеха первых романов не получил а через два года после заявления на пике спровоцированного интереса выпустил научно-популярную книгу общение которая стала бестселлером и разошлась в сша тиражом более двух миллионов экземпляров естественно на обложке книги был изображен уже классический образ серого 1989 на экраны вышел одноименный фильм окрыленный успехом стрибер продолжил продвигать в обществе теорию о серых и благодатно спекулировать на ней последующие годы он выпустил ряд книг категории нон-фикшн на уфологическую тему но с менее скромным результатом однако похоже именно его стараниями был спровоцирован новый всплеск интересов пришельцам который в 90-е перерос небывалый ажиотаж вокруг неземных цивилизаций и самих серых породив множество культовых научно-фантастических произведений именно тогда вышел научно-фантастический сериал секретные материалы от криса картера который не просто сосредоточился на раскрытии тайны существования внеземных цивилизаций а стал главным пропагандистом серых чем с тех пор переплюнуть его никто не смог до перезагрузки основная мифология сериала утверждает то серые они же колонисты контролировали эволюцию человеческого общества еще с первобытных времен до последнего ледникового периода потом они немного отвлеклись и вернулись к своим мартышкам но с удивлением обнаружили развитое общество после известного розуэльского инцидента в 1947 году состоялись переговоры между серыми людьми группа правительственных чиновников и военных синдикат заключила с пришельцами сделку гарантируя со своей стороны помощь захвате земли и создание гибрида человека и серого в обмен на гарантии собственной безопасности и доступ их технологиям не трудно заметить что ставшая уже классическая версия прибытия серых на землю с целью создать гибрид человека и пришельца используется и здесь начиная с 1993 года и до 2018 года сериал искусство спекулировал на классических теориях и подпитывался новыми слухами в общем использовал серых по полу и прочим создателям сериала было проще придерживаться привычных теорий и соответствовать устоявшемуся образу нежели пытаться изобрести что-то новое не спаслись от влияния серых и создатели научно-фантастического телесериала вавилон 5 1993 98 годов их в рее выглядят как обыкновенные серые только с другим цветом кожи и являются союзниками и торговыми партнерами земли впрочем появление в рее всего лишь дань моде сериале без пресловутых серых достаточно самобытных и интересных раз тогда же в 1995 году музыкальный продюсер рей сантиль видимо вдохновленный секретными материалами решил ухватить свой кусочек пирога и немного заработать на серых пришельцах и явил миру скандальный 17 минутный черно-белый документальный фильм скрытие инопланетянина он попал к нему якобы от отставного военного оператора снимавшего вскрытия пришельцев в 1947 году после розуэльского инцидента кадры вызвали небывалый переполох однако позже в 2006 году он признался что фильм был липовым но сантиль не утверждал что пошел на подлог только потому что настоящая пленка была повреждена а часть кадров фильме все-таки были из оригинала но какие разумно не уточнил а в 1996 году благодатную тему про теории всемирного заговора и иноприятия подхватил телевизионный сериал темные небеса брюса забила тени секретных материалов многими любителями фантастики он остался незамеченным действие сериала происходит в америке 60-х годов 20 века главный герой узнает что после розуэльского инцидента в 1947 году контакт с пришельцами все-таки был и они сообщили что намерены захватить землю в ответ для борьбы с возникшей угрозой был создан секретный проект majestic 12 уже в начале сериала в эпизоде пробуждения появляются серые внешне они немного отличаются от общепринятого образа но узнаваемый а это главное однако ставка не сыграла после 18 серии сериал был закрыт и финал сюжета остается неизвестным видимо сериал в своих откровениях зашел за указанную черту после такого невольно начинаешь верить существование заговора они в низкие рейтинги из-за слабого сценария и неспособности полноценно конкурировать с секретными материалами к тому же majestic 12 не выдумка сценаристов слухи о том что организацию существует с сша среди уфологов ходят давно и даже подтверждаются сомнительными документами 1947 года есть мнение что организация была создана не для борьбы с возможными внеземными угрозами а для фальсификации в правительственных целях явлений связанных с пришельцами majestic 12 также упоминается в триллере без предупреждения и естественно в секретных материалах вообще среди сторонников теории заговора есть мнение что подобие majestic 12 было при каждом президенте соединившихся штатов в 1997 году серии появляются в телевизионном сериале звездные врата zv1 как одна из древних рас асгарды zv1 находит голографическое изображение одного из них и он выглядит как классический серый инопланетянин здесь сюжетная нить асгардов берет начало и проходит через все ответвления вселенной звездных врат звездные врата zv1 звездные врата атлантида звездные врата вселенная во вселенной звездных врат образ асгардов вобрал себя множество реальных и канонических характеристик серых их поведение и история не противоречит общепризнанной в уфологии теории ко всему сценаристам звездных врат удалось адаптировать теорию о разных видах серых объяснив свидетельство о высоких серых с ориона и о малышах плохишах из зета сетки по их версии асгарды раньше были высокими но генетическое вырождение расы привело к уменьшению роста кстати про высоких серых серых из ориона постараемся поговорить отдельно впрочем создатели сериала как и спилберг верят мирные намерения серых их асгарды благоволят землянам и делятся своими совершенными технологиями похищение землян сценаристы списали на группу отступников которые проводили эксперименты над людьми пытаясь найти способ спасти свою расу от вымирания но главное что в сериале асгарды не просто выступают как сильные и надежные союзники а как давние защитники и наставники древних людей им асгарды являлись в образах и под именами которые сегодня известны как скандинавские боги вслед за знаковыми сериалами эстафету снова подхватил полный метр создатели художественного фильма знаки 2002 года решившись собрать кассу на загадки кругов на фермерских полях не смогли устоять перед искушением и повесили все на серых коктейли из загадочных кругов на полях и узнаваемый враг плюс хороший сценарий сделали фильм событием ставка снова сыграла в 2002 году звездных войнах эпизод 2 атака клонов пятом фильме в порядке выхода появляются каминюансы разумная гуманоидная раса с планеты камину известно что внешний вид каминуанцев вдохновлен внешним видом инопланетян из фильма стивена спилберга близкие контакты третьей степени каминуанцы отличаются от классического образа серого но при взгляде на них все же вспоминаешь именно про них даже стрибер через некоторое время решил вернуться в своих произведениях проверенному варианту потому что ставка на серых играет и банально написал роман серые в 2006 году а вдогонку гибриды в 2011 году том же 2011 году выходит достаточно успешная но пошловато и комедия пол секретный материальчик с типичным серым главной роли который скрывается от правительства однако одно присутствие серого помогло и собрать неплохую кассу а уже в 2012 году казалось бы сошедший с дистанции в 2002 году сериал секретные материалы восстал из мертвых и не зря хотя всего лишь на два сезона секретики собрали кассу премии и стали классикой до следующей большой волны интереса к серым уже в 2013 эстафету пытался перехватить фильм мрачные небеса рассказывающий о странных событиях происходящих семьей барретт собственно здесь серые предстают своем крепко закрепившимся образе и просто похищают детей кстати фильм успешно вписался в список 50 лучших фильмов ужасов сайта netflix ричного заняв третье место 2018 году вялый интерес к серым которых подвинули на пьедестале супер злодеи из комиксов пытался всколыхнуть художественный фильм оккупация из австралии его создатели просто хотели воспользоваться образом серых возникшим в вакууме как без проигрышной ставкой правда следует сказать что серые у них отличаются от классического образа и скорее были ближе к образу высоких серых сериона но о них мы постараемся поговорить отдельно в итоге серые не помогли собрать кассу а фильм получил слабые оценки однако творцы из австралии не успокоились и выпустили в 2020 году сиквел оккупация миссия дождь который также прошел по краю от провала даже создатели телесериала антологии американская история ужасов не смогли удержаться от ускушения и в десятом сезоне двойной сеанс 2021 года во второй его части появляются инопланетяне очень похожие на серых речь снова заходит о тайном договоре который заключил с ними президент дуайт эйзенхауэр из-за попытки выйти из которого убили джона кеннеди договор позволяет ежегодно похищать до 5000 американцев в обмен на инопланетные технологии для проведения медицинских экспериментов цель экспериментов адаптировать потолство пришельцев выживание в окружающей среде земли чтобы вид мог существовать дальше потому что их мир скоро исчезнет и если они успеют то тоже исчезнут ну и собственно в 2023 году серые вернулись в американском научно-фантастическом фильме ужасов никто тебя не спасет который рассказывает про девушку брин из пригорода небольшого городка которая в одиночку противостоит вторжению пришельцев кстати фильм имеет все шансы попасть в один из списков лучших фильмов ужасов мало того серые отметились правительстве соединившихся штатов а за ними подтянулись уфологи мошенники из мексики с очередными трупами пришельцев очевидно что появление серых на экранах не случайно если бы они не появились то наверняка появились бы другие а кино лишь отражает реальность или искажает в зависимости от потребности ведь неудивительно что конгресс сша в 2023 году проводит слушание по предполагаемой секретной программе связанные с нло давая толчок для новой вспышки интереса к инопланетянам ну или отвлекая обывателей от действительно важных событий впрочем теоретики мирового заговора не просто верят сфер их они делят их на виды и придерживаются мнения что такое методическое засилие серых на экранах и в литературе объясняется подготовкой мирового правительства к официальному представлению их людям для обывателей встреча с пришельцами не должна стать шоком люди должны быть готовы к прибытию более сильной и развитой расы поэтому согласно их теории скоро нас ожидает очередной виток произведений посвящаемых классическим захватчиком земли серым